Мозг, он самый большой обманщик, и он любит вас обманывать. Все проявления внешние, они исходят из вашего внутреннего мира. Наши кармические семена, которые мы посадили в прошлое. Самое ключевое слово, что оно радостное. Основа вашего мозга, то есть вашего сознания. Что вы как эмоции и как мысль? Как можно вас характеризовать, если взять 80% вашего времени? Допустим, 20%, ладно, мы так скинем, 100%, мы не будем перфекционистами. Но 80%, 80%. Если спросить вас, кто вы как эмоции, кто вы как мысль, Ну, вы будете, если вы начнете записывать, да, то мы увидим, что неизбежно мозг любит возвращаться в прошлое, что-то анализировать, мозг любит что-то жевать, мозг любит за что-то цепляться. Мозг сам по себе, он есть, и он имеет некое свойство выживания, да. То есть основная функция мозга — это выживание. А чтобы это выживание было качественное, то ему надо все время запугивать, быть в прошлом, анализировать и так далее. Но когда мозг это делает, он сам по себе проявляется, уходит. И нужно понимать, что в этих мыслях есть не только ваша нынешняя жизнь. То есть в вашем сознании, в зерне, которое все время, да, проявляется в вашей мыслеформе, да, у вас есть и прошлые жизни кармические. Поэтому мы встречаем каких-то родителей, которые нас по-особенному здесь с нами обращаются, да, и всегда не так, как мы хотели бы, чтобы с нами обращались. У нас есть дети, которые тоже к нам по-особенному как-то обращаются, и всегда у нас есть то, к чему бы мы могли придраться и быть недовольными или довольными. Или мы явно это говорим, или мы неявно не говорим, да. Теперь, вообще, все проявления внешние, они исходят из вашего внутреннего мира. Вы можете в этом сомневаться, но чем больше вы будете идти, чем больше вы будете практиковать, тем больше вы будете понимать. И кажется, что какие-то несвязанные вещи, но я же, ну как бы, не заслуживаю этого, этого не должно быть. Но, тем не менее, это наши очень сильные, большие блоки и проявленности нашей мыслеформы, да. Теперь, когда наша мыслеформа, она все время проявляется каким-то образом, да, ну, во сне у вас это может проявляться, когда вы думаете, может проявляться, вы можете это проявлять или не проявлять, не имеет это значения. У вас всегда будет какая-то эмоция, эта эмоция вас будет приводить к каким-то выборам, но и, как правило, эти выборы будут не очень верны. Почему выводы не очень верны? Потому что мозг, он самый большой обманщик, и он любит вас обманывать, потому что мозг, он сконструирован таким образом, он может какие-то пазлы забирать, какие-то вставлять, менять местами события, да, то есть он такой фантазер, фокусник, ваш мозг, да, и когда вам кажется, что, когда вам кажется, да, что вы не убедились в чем-то, но интуиция не подключена пока, да, то мало доверяйте своему мозгу, то есть вы должны понимать, что мозг, у вас мозг, это ваша самая основная структура, которую вы должны как бы воспитать. Но на самом деле, если мы пойдем глубже, это на первых ступенях, да, есть другие ступени, когда вы увидите, что основа ваших мыслей, да, то она абсолютно светлая, и она чистая, она лучезарная, и она радостная. Вот самое ключевое слово, что она радостная, основа вашего мозга, то есть вашего сознания, да, и мы можем сказать, а где-то сознание находится, да, то есть есть мозг как структура материальная, а есть сознание. Так вот сознание, оно больше находится в вашем сердце, а мозг, он некая такая структура материальная, которой надо пользоваться. Но если вашего мозга не будет, может ли ваше сознание в сердце принимать какие-то решения, действия и так далее, да, нет. То есть они должны сотрудничать вместе, да, то есть мы энергию сердца все-таки должны объединить. Сердце должно быть главенствующее, которое пользуется и телом, и мозгом, да, для того, чтобы вы достигли чего? Ну, прожили свое сознание чистое, дошли до этого, да, когда вы понимаете, что все омрачения, которые вы видите, все неудачи, все какие-то неприятности – это свойства вашего внутреннего мира, то есть оно отражается как в зеркале от вас и проявляет вам, и показывает, делает подсказки, да, и тогда, тогда мы можем понять, что, ага, значит, любая эмоция может стать мудростью, любая эмоция может стать мудростью, но до этого надо дойти, потому что можете ли вы из эмоций извлекать мудрость пока? Пока нет, потому что пока вы с эмоциями не очень соединены, вы не знаете, как с ними взаимодействовать, у вас, вы боитесь некоторых чувств, некоторых эмоций, у вас идет иногда сопротивление очень большое, когда вы хотите поплакать или какое-то чувство начинает проходить, какие-то блоки, да, и так далее. И тогда вы понимаете, что, угу, есть вот это тело, в этом теле есть некая информация, которая содержится в ДНК, а в ДНК у нас информация всех-всех-всех-всех поколений и вообще даже мира людей, да, с самых-самых-самых там начал. И огромное количество этой информации сидит в каждой вашей клетке, и эта информация, как вы думаете, она просто так, да, то есть вы же не можете отрицать, что у вас ДНК нету. Почему у вас в каждой клетке есть ДНК, если которую развернуть будут 3 метра? Ну, там, ребят, записи, ребят. Вот, и в этих записях есть разные записи. Есть хорошие записи, есть плохие записи. И пока мы записи эти видим как болезни, да, но если вы немножко отойдете чуть дальше, да, чуть дальше, и посмотрите со стороны, то вы увидите, что болезни, они не просто так там записаны, это наши кармические семена, которые мы посадили в прошлое. То есть это то, от чего мы не смогли отказаться и отпустить, понимаете? И тогда такой вопрос, когда у меня возникает некая мысль, а потом возникает некая эмоция, вот эта связка проявляется в теле, и потом я даю некую реакцию вовне. И я пытаюсь, чтобы это внешнее как-то повлияло и изменилось. Можно ли таким образом внешнее поменять таким образом? Нет, это невозможно. Вы можете научиться очень хорошо манипулировать, ну, можно сказать, этим миром, манипулировать. Но есть некая загвоздка. Вы можете научиться в позитивное мышление уходить, какие-то аффирмации, то есть заниматься манипуляцией этого пространства, этой сансары, и создавать, ну, такое, типа, такое как бы счастье, да? Но вы столкнетесь с тем, что и там тоже не будет удовлетворения, то есть недостаточно манипуляции. А мало того, манипуляция, она в долгосрочной перспективе приведет к краху, да, с этим пространством. Поэтому вы должны понять одну вещь, что я должен или что я должна познать, в чём вообще смысл всего, что мы это делаем. Дар жизни принять, понимаете, самый большой подарок, который вам дали, вы его не умеете принимать. Вы неправильно им пользуетесь, вы пытаетесь этой жизнью, чём вы только с ней не делаете, да, но этот подарок вы не можете принимать. Редактор субтитров А.Семкин